доброе утро девочки мои видите у нас приехал витя ворота варить а на улице дождик да как приезжаешь так дождик мужики готовы понимаете к работе а нет возможности что-то погода какая-то неустойчивая до самое то надо эти разломать и старые сделать новые чтобы откатывались просто так еще одна вышла хочется поработать ну вот и я братом уже такая красота тут намечается вон чего с погодой то что делать а я тоже сижу лариса табашникова смотрю взялись мусор убирать под дождем сколько всего ну что за погода слушайте прям какое-то лето в этом году нету лета вот серьезно он еще сколько выносить он насколько выносить нет пойду-ка я вовнутрь это не нравится мне стоять тут на ветру на дожде что все планы на смарку льет на улице сейчас марина звонила говорит керчь затопил не знаю что это за лето в общем короче говоря сидим все под крышами кто чё я вам сейчас посуду помою да займусь цементом есть у меня вот такая задумка с пенопластом сделать ну опять же не знаю чего получится но задумка есть да и буду дома делать вот мне когда пишут ой переедете и как же вы все мол делать не будете да так же и буду единственное масштабы поменьше будут я и мурманске жила делала ну да кашпо будут поменьше так а куда мне их и некуда огромные будет девать то то прям если я делаю так я найду возможность делать а если сидеть на диване только тут хоть чего все равно не делают только других обсуждают тех которые делают ну вот сделаю покажу вам что получится да вот ларису табашникову смотрю дождалась что много будет видео давно не видела столь впечатления а почему смотрю во первых я обожаю винтаж там такие вещи попадаются конечно просто но это гватемала рядом америка и поэтому бренды хорошие все а потом столько я так рада за нее столько у нее вот материала для работы это вообще такое разнообразие так что кто любит винтаж смотрите ларису табашникову это наша девочка из саратова которая живет гуэтэмале занимается ремонтом украшений переделкой созданием новых своих авторских украшений и вообще она просто обалденная она мне так нравится да ну и погодка сегодня один сашка ходит вон под дождем родители ругаются на него а ему по барабам я говорю надо же вот все планы порушились а я ведь хотела поехать в севастоп ну и чего если там тоже дождик я там делала ой безобразие так а я смотрю понравились девочкам понравилось вот это украшение которое я делала для оксаны на цепочках ну во первых в этом году конечно цепочки это просто прям бомба модно очень ну и очень редко я делаю на цепочку украшения вот я хочу вот этот разобрать вот это винтажное вот это украшение я хочу его разобрать и переделать вот эти деревяшки хочу убрать вот эту пластмассу розовым совсем не нравится это сочетание желтая вот такой коричневый розовый я не люблю такой я вот нашла две вот таких вот желтоватых бусины ну это безель конечно в рамки но нет у меня до селя больше ничего будут такие поменяю цепочку потому что она уже старая страшная и сделаю вот какой-нибудь такое украшение ходила сейчас в этот сарай за цементом руки-то занята без зонта одела капюшон просто вся мокрая ой кошмар какой погодка разошлась вкусе мне из того дома звонит по телефону вам как отопление включается сырой же потом ой давай мы это на кухню в дом перейдем мы говорю вот вот за что я вот я этого даже не скрываю я не терпеть не могу летнюю кухню и никогда ничего сама на ней не готовлю только те кто приезжают потому что в жару там мухи а я очень брезгую мухами я брезгую больше всего мухами на дерьме на трупах на всем они на помойке а хотят к тебе а вот в такую погоду все перетаскивает тащи туда я городской человек мне вот такие прелести не надо вот такой дождище льет все мокрое кое-то черотов фанеру поселил на крыше еще обещали град и грозу да тут вот этого хватает да бедные люди которые отдыхать приехали нет погоды прямо с постоит два-три дня и опять а что делать тебе не море ничего ну вот к вечеру закончился дождик розочки расцвели на самом верху все цветы в воде о какая машина она витя с дочкой и с внуком и с ярославом то попались городок а тут чет сломали строят сломают то везде в каждом магазине выход саша шо же ты под закрытие приехали кости хочет замок на калитке поменять вот тут всяко тоже тут покупали ламинаты когда ремонт был так мы тут жили практически розами сейчас он все разрастается и разрастается все больше и больше ассортимента вот как у нас черепица мягкая там еще строится это мой любимый отдел с красками так они пошли куда-то а вон они слушайте он уже там прибавилось не было раньше здесь заканчивалась вся торговля сколько куда они пошли тобой обои я не люблю вот они в замке пуш ну как фикс прайсе вы салфетчики такие пленки самоклеющие пленки самоклеющие саша ручки смотрит смотрит как крутится рамокляющие настоящий не пушок пушок ерунка пушок пушок ловится на в размещении можно свалить унитаз не бумага пойдем крышку вас попро это унитази встретил что-то знакомое у него 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 на маленьких сколько ой какой синенький они не подключены из краник такой так капельками красивый понравился не убегая то мы тебя потеряем написано отдел красок на право отдел плитки прямо уже из года вышла такая штука одно время до были кафе стала прям на улице все я говорю прям разрастается расстраивается господи замученные засохшие цветут а у меня еще только палку дал это один вот 6 часов вечера солнышко вышло весь день лилу так вот слышно что саша вышел хочу туда хочу сюда хочу то хочу это ой скандалит весь день кошмар я уже и снимать его не хочу посолил и все запах девчонки какая красота вот тебе и купаты тут тебе и баранинка почему девчонки что у тебя мужчин есть но очень мало я их знаю практически прям эпопея с крышей продолжается какая игрушка специально сейчас я иду иду вниз саж иду покажи покажи чего там те а это домино это домино домашние домашние ага вот так вышел на закат вот такой закат а завтра опять дождик я говорю сейчас вон лена заходила ко мне приятельница моя тут на волне живет все просто вообще возмущаются говорят что такое пол июня прошло ни погоды ничего два-три дня теплых пять дней дожди вообще что это вон она на вон она вылазит а я хочу вам похвалиться я сегодня очень рада вот у меня на новом канале на яндексе сегодня уже монетизацию открыли восемь дней на ютубе это было восемь месяцев а марины у моего августера какого два года еще нет монетизации то есть вообще на голом энтузиазме мне хоть по две тысячи рублей в месяц а у нее вообще ничего вот так вот ну ладно посмотрим а я просто что хочу сказать девочки там на том канале влоги не идут вот так что а я же вас не брошу я же знаю что вы меня смотрите вот я конечно останусь тут с влогами наплевать на эти деньги уже что тут все равно не добьется ничего ну я сама уже без вас же не могу как я вас сколько знаю человек вы чего вот а на том канале у меня все рукоделки теперь будут так что вы уж извините если кто смотрит цемент или украшение или просто декор всякого всякого-всякого то прошу туда там мне надо регистрироваться зашел любовь финзовская набрал и смотрите и можно и комментарии оставлять и лайки тоже ставить и в общем все как положено мне просто самой интересно сколько же я там заработаю ну знаете хочется денег то у меня все деньги уходят на бусины на фурнитуру на лаки на краски на цемент ну правильно ведь ну чё ж вот поэтому вот хочется посмотреть что там будет и скрывать нечего это многие просто думают что за бесплатно люди извините меня за бесплатно снимать монтировать выкладывать нервы трепать и все за бесплатно годами платят но копейки платят хорошо платят тем у кого 400 тысяч подписчиков и просмотров много а у меня вообще непонятно 37 тысяч с лишним подписчиков а просмотров очень мало поэтому но я вас не брошу не-не-нет я все равно с вами буду разговаривать показывать вам жизнь свою потому что я знаю что люди смотрят не много но вы уже мне родные люди вот так что вот такие вот дела Маришке позвоню вот очень ей посоветую перейти вот так что давайте мои золотые до завтра да и огромное спасибо женщине которую я уважаю и люблю но она просила не называть ее которая мне посоветовала перейти огромное спасибо я даже не ожидала что это так быстро будет дай бог тебе здоровья моя дорогая вот а вы мои хорошие давайте до завтра всем хорошего вечера спокойной ночи не болейте не грустите старайтесь относиться позитивней ко всему все равно изменить мы ничего не можем практически то что вокруг происходит давайте жить и радоваться тому что у нас есть и каждый день говорить за это спасибо и вот поверьте мне так жить гораздо легче так что давайте мои золотые я с вами пусть у меня не хватает времени ни на что но я с вами я вас все время помню давайте спокойной ночи ну и пока-пока пока мои дорогие не забывай не забывай Продолжение следует...